Здравствуйте, это Viva Telecom и мы сегодня познакомим вас с антенной от китайского производителя HYS. Называется она TV702. На сайте, кстати, на китайском она называется почему-то TC702. Но неважно, вот такая конструкция антенны, то есть 23 сантиметра, соответственно, мы ожидаем, что по площади излучения она должна неплохо работать. Самое главное, да, сейчас мы проверим ее графики. Если она нормальная, то тогда, в принципе, она должна по дальности связи быть неплохой. Ну и почему мы ее взяли, именно эту антенну? У нее есть отличительная особенность наличия светодиода, который загорается при передаче красным светом. Сейчас мы покажем вам. Ну и в качестве бонуса будет вот такая еще с этого же сайта, от этого же производителя антенна. Вот такая 40-сантиметровая антенна. У нее стоит ИСМА-вилка на разъеме. Проверим ее тоже, насколько она эффективна. Потому что антенна дешевая, возможно, что для каких-то там Рацио, например, либо для Ясу можно будет брать ее, потому что она, конечно, значительно дешевле, чем антенна Diamond, например, SRH-771. Здесь же стоит разъем ИСМА-розетка, и я не нашел на сайте других вариантов. То есть вот эти антенны несколько разновидностей есть, в том числе тоже ИСМА-розетка, но мы взяли с ИСМА-вилкой. А вот это только с ИСМА-розеткой. Сейчас мы примерим, как она будет вставать на разные станции, ну и покажем ее конструктив и замерим графики. Не забудьте подписаться на канал. Наша следующая цель – добиться 100 тысяч подписчиков. Начинаем тогда с конструкции. Так, ну давайте с конструктива этой антенны тогда начнем. Антенна достаточно толстая. Так, у нее по ширине где-то 18 мм примерно. Она по длине у нас 23,5 мм. Да, у китайцев правильно указано 23,5 мм. То есть гибкости, конечно, никакой нет. Толстая оболочка резиновая. Так, по весу смотрим. 41 грамм она весит. Так, и давайте сразу оранжевую тогда тоже замерим. 23 грамма всего. Нет, сейчас подождите. Она уперлась в стол. Чтобы на весу она была точно так. 28 грамм. Так, теперь смотрите по поводу этой длины. Да, где-то около 40 см. Сейчас измерим мы ее. Так. Да, 38 см. То есть как раз она подобна антенне SRH 771 от Diamond. Она тоже примерно такой длины. Так, давайте я тогда попримеряю ее, эту вот антенну на разные станции. Это Retelis RA 685. Вы можете видеть. Так, да, основание у нее достаточно широкое, поэтому не на все станции она может устанавливаться. Но здесь проблем, как вы видите, нет. То есть все отлично. По шагу резьбы все, естественно, совпадает. И как раз вот в это углубление, в это антенна отлично встает. То есть выглядит она вот таким образом на станции. Так, теперь следующее. Давайте Baofeng 82. Ну да, тут тоже проблем явно не будет. Гнездо это углубление антенного разъема широкое. Да, тоже отлично она становится. Никаких зазоров нет. Никаких прокладок. Кстати, прокладка идет в комплекте с этой вот антенной, но она здесь не нужна. Так, теперь вот по поводу этой станции сразу хочу вам сообщить информацию следующую. Это UV9R+, она же UVXR, да, называется UV9R PRO. И смотрите, у нее какая есть особенность. То есть антенный разъем у нее очень углублен в станцию. Поэтому не все антенны на эту станцию встают, ну, чтобы именно углубиться вот в это отверстие. Например, сюда не подходит антенна от РАЦИО, ой, от РАЦИО, от Терека РК-501, то есть АШ-РК-501. Или АШ, да, РК-501 антенна называется. Она сюда не встает. То есть мы выяснили это уже у клиента, к сожалению, у него именно было 9R+, или XR, и антенна не подошла. Поэтому обращайте внимание при выборе антенн, что вот у этих именно станций такая есть особенность. Ну, и как видите, здесь то же самое. То есть либо надо подрезать тогда здесь по периметру, чтобы углубиться в разъем. Так как так просто данная антенна на девятку не встанет. Так, и теперь пятерочка, да, у нас. Давайте проверим пятерку. Ну, с пятеркой, я думаю, проблем не будет. Да, в общем-то прокладка тоже не нужна. Нормально антенна встает. Ну, и вот таким образом станция выглядит очень сурово с этой антеннкой. Так, теперь демонстрирую, каким образом она работает. То есть вот на 434 я встаю, например, нажимаю на передачу. О, весы начинают срабатывать от передачи, вы видели. Показывают какие-то значения. Так, ну, то есть вот таким образом. Только есть задержка. Да, задержка небольшая есть при нажатии кнопки передачи. То есть, попадавать, например, азбуку Морзе вряд ли получится, потому что есть задержка. Ну, все, по конструктиву, я думаю, все понятно. Да, сейчас тогда графики построим с надеждой на то, что китайцы не только вот это интересное приспособление сделали, но и о самой антенне тоже позаботились. Так, смотрите, сняли мы график в нижнем диапазоне, и все вполне неплохо пока для нижнего диапазона. Минимальное значение у нас... Так, ну вот, к сожалению, правда, промахнулись они мимо немножко любительского диапазона, но давайте я сразу тогда на 144. Ну, на 144 1,2. 1,21, 41,2. Так, и самый минимум у нас на 146 500. И здесь 1,13 и 47,7 сопротивления. Ну, отлично, отлично. Прямо хвалю эту антенну внизу, ну, в двухметровом диапазоне. Теперь смотрим наверху. Так, верхний диапазон тоже неплох. Есть значение минимального КСВ. Ну, весь диапазон, конечно, где-то начинается выше трех КСВ с 410 МГц, но уже вполне приемлемый КСВ становится с 420 МГц. И фактически с этой антенной можно работать и до 470 МГц. Так, а значение минимальное вот как раз попадает на частоты PMR, что отлично. Так, на 433 давайте я вернусь, посмотрим, сколько там. Так, вот 433 безлицензионный диапазон. Здесь 1,7 и 41 сопротивление. Вполне неплохо тоже. Но минималка вот на 446. 1,25 и 61,6 сопротивление. То есть, вполне антенна работоспособная оказывается. Соответственно, при ее не такой высокой стоимости отлично она будет работать с теми же баофенгами. То есть, если хотите увеличить дальность, то вполне можно эту антенну использовать. Если у вас не устраивает светодиод, то его, естественно, всегда можно либо замотать просто чем-то, либо вообще вырвать тут. То есть, доступ, в принципе, я думаю, будет. Сейчас давайте я посмотрю. Так. Ну да, вот видите, она... Эта часть может быть снята. не фокусируется. То есть, ее вполне можно снять. Так, теперь оранжевую антенну проверим. Разъем сейчас переставим. И тоже посмотрим, что эта антенна из себя представляет. Так, смотрим оранжевую тоже. Пока она впечатляет. Смотрите, серединка где-то у нее... Ну, почти на 435. Вот здесь минимальная, видимо, на 433. Да, как раз на частотах LPD. 1,15. 55,9 сопротивление. Неплохо. Смотрим внизу. Так, внизу она сделана широкополосной. То есть, фактически везде... Ну да, она, видите, выше трех и не поднимается нигде. То есть, на всю полосу 135-175 она подойдет. Но эффективность у нее около двоечки КСВ. То есть, не особо. На 144 я сейчас посмотрю. Вот здесь, да, сколько у нее значения. 2,2 и 57,9 сопротивление. А минимальное у нас значение вот как раз на 155 МГц. И здесь у нас 2,0. 69,6 сопротивление. Ну, в общем, тоже неплохо. Но это именно на широкую полосу антенна предназначена. То есть, у нее где-то четко выраженного минимального значения КСВ нет. Так, ну что, давайте будем заканчивать тогда с этими двумя антеннами. Они нас приятно удивили. В принципе, эффективно работают и вверху, и внизу обе. Но только у этой, у оранжевой широкая полоса. И, соответственно, эффективность чуть меньше, чем у данной антенны. Мы, наверное, теперь в лаборатории и так вот ретейлисы будем с этой антенной использовать. Потому что вот эта фишка интересная с передачи будет клиентов привлекать. Ну и тем более, что она на прием нормально работает и на 400 МГц, и на 136. Мы иногда кое-что слушаем, когда тестируем станции. Поэтому эта антенна теперь у нас будет использоваться самими. Так, ну все. В следующем ролике, ну в смысле, в одном из ближайших роликов будет еще более забавная антенна. Мы представим вам, поэтому не пропустите. С этими антеннами тогда заканчиваем. Это Vivo Telecom. Всего вам доброго. До свидания.